Привет, друзья! Любым переменам, любому вызволению, попереднейшая одна и та же речь – Веды. Как взмогаться за правду, я ее треба перш за все ведать. Как повставать в супротне справедливости, треба досконало выучить досвид у всех тех, кто рабил это перед нами. Держава – тратить велизарные высылки для того, как мы ведали только то, что ей треба. Людьми, которые много ведут, тяжко керовать. Дурными людьми – просто керовать. Я просто работаю. Мне не нужно думать. За меня думает государство. Я отобрал пять книг, которые работают как интеллектуальные инструменты вызволения, и хочу поразить эти книги вам. А значенный шерох, конечно, отлюстровывает только мой особистый густ и не является вычерпальным. Однако, вместе с тем, все эти книги оказали велизарный вплыв на развитие человеческой думки и революционные процессы по всем свете. Если вы не читали ни одна из них, то раю почать читать, именно в том парадку, в каком я буду их представлять. Поехали! Джордж Оруэлл. 1984. Роман «Антеутопия», выдаденный в 1949 году, является без перебольшения одним из шедевров сусветной литературы. Оруэлл описывает громадство «Досканалого тоталитарного контроля», которое он видит в Великобритании в 1984 году. Личится, что роман был написан под мощным вплывом уражения Оруэлла от сталинского СССР. Даже формула «дважды два равняется пять», как говорят, пришла на разум Оруэлла, когда он услышал сталинский лозунг «пятилетку в четыре года». Кстати, в СССР книга была заборонена до 1988 года. Я прочитал 1984, когда мне было 14 лет, и после того, как закончил читание, ходил «небыто пришибленный», еще два дня. Книга оказала мощный вплыв на мой святопогляд и систему каштонностей. В квартире сочный голос что-то говорил о производстве чугуна, зачитывал цифры. Голос шел из заделанной в правую стену продолговатой металлической пластине, похожей на мутное зеркало. Уинстон повернул ручку, голос ослаб, но речь все равно по-прежнему звучала внятно. Аппарат этот, он назывался телекран, притушить было можно, полностью же выключить нельзя. Все вокруг в городе выглядело бесцветным, кроме расклеенных повсюду плакатов. С каждого заметного угла смотрел лицо Черноусова, с дома напротив тоже. «Старший брат смотрит на тебя», говорила подпись, и темные глаза глядели в глаза Уинстона. Внизу над тротуаром трепался по ветру плакат с оторванным углом, то прячет, открывая единственное слово «Ангсоц». Вдалеке между крышами скользнул вертолет, завис на мгновение, как трупная муха, и по кроевой унесся прочь. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна. Но патрули в счет не шли, в счет шла только полиция мыслей. Петр Кропоткин – «Хлеб и воля» Петр Кропоткин – один из наиведомейших революционеров и засновальник анархо-коммунистичной теории, как мы ее сегодня ведаем. Перелик ягонных працев и героичных деталей в биографии занял бы особное вида. Достаточно сказать, что, народженный дворанином, он был ни много ни мало камерпажем Александра Другого, однако отказался от всех своих титулов и привилеев, как присвятить себе революции, за что произошел простурму и эмиграцию. Праца «Хлеб и воля» была выдадена в 1892 году, и она присвящена грунтовному разбору нерациональности капиталистической системы и обгрунтованию життездольности анархийского лада. Великий акцент, сделанный на экономике, Кропоткин доводит, что уже тогда у часы написания этой книги працовный день можно скоротить до 3-4 годин. В этой выкладке варты уваги еще и тому, что Кропоткин был науковцем, биологом, геологом, географом. До обгрунтования первого анархийского лада он подыходит с такой же науковой грунтовностью. В некоторых кварталах Парижа каждый дом стоит миллион или более рублей, не потому что в его стенах заключалось на миллион работы, а потому что он находится именно в Париже, что в течение целых веков поколения рабочих, артистов, мыслителей, ученых и литераторов содействовали тому, чтобы сделать Париж тем, что он представляет теперь, то есть промышленным, торговым, политическим, артистическим и научным центром. Потому что у этого города есть прошлое, что его улицы известны благодаря литературе, как в провинции, так и за границей, что он, продукт труда восемнадцати веков, до пятидесяти поколений всей французской нации, тоже имеет право в таком случае присвоить себе хотя бы малейший клочок этой земли или самую уничтоженную из этих построек, не совершая тем самым вопиющей несправедливости. Эрих Фром «Бегство от свободы» Эрих Фром — немецкий психолог и социолог, один из основальников франкфурской школы у социологии. Одним из главных направлений его исследований являлся анализ тоталитарных и фашистских идеологий. В нем задается вопрос, как так отримовывается, что открыто человеконенавистские, диктаторские режимы завоевывают столько прихильников? Чему люди свядома позбавляют себе свободы и готовы класться под бот диктатора? Эта книга будет очень полезной активистам, потому что, правда, многие из нас, долгие годы, бьющиеся за то, как сделать громадство лучше, сутыкаются с забояковостью, а то и с ворожостью людей, до которых звертаются. У вынику опускаются руки, потому что приходит уражение, что люди не хотят правов, не хотят свободы, а, наоборот, хотят, чтобы все выращались за их. Фром, разглядывая этот феномен с психологичного боку, и да и близкучая ему зломашение, больше за то, за властивым ему оптимизмом окресливая на прамки, у которых треба рухаться, как вырешать эту проблему. Первая частка книги – глубокий исторический экскурс, и комусь он может подастся сумноватым, однако потерпите, это того варто. По очевидным причинам, садистские наклонности обычно меньше осознаются и больше рационализируются, нежели мазохистские, более безобидные в социальном плане. Часто они полностью скрыты наслоениями сверх доброты и сверх заботы от других. Вот несколько наиболее частых рационализаций. «Я управляю вами потому, что я лучше вас знаю, что для вас лучше. В ваших собственных интересах повиноваться мне беспрекословно». Или «Я столь необыкновенная и уникальная личность, что вправе рассчитывать на подчинение других». Другая рационализация, часто прикрывающая тенденцию к эксплуатации, звучит примерно так. «Я сделаю для вас так много, что теперь вправе брать от вас все, что хочу». Питер Гелдерлоас. «Анархия работает. Кали раптом вам нехто кажа, что без державы громадство развалится, что без милиции люди почнут гвалтовать один одного и есть жилцом, что без приватной властности все будут жабраками. Дайте ему...» Не, не по морде, а вот эту книгу. Питер Гелдерлоас – вядомый активист, подорожник и письменник, який народился в США и поспел пожить амаль по всем свете, от Таджикистана до Австрии. Его книга, выдаденная в 2010 году, «Грунтовный огляд прикладов анархистского громадства и того, как отсутность иерархии реально полепшает человеческое життя». Что важно, он оперирует не только такими хрестоматийными прикладами, як Каталония 30-х, альбо Махновская республика, але и меньше ведомыми. Что вы ведали на приклад про эгалитарные армии полночноамериканских индейцев? Альбо про сучасный миллионный рух безземельных селян у Бразилии? И я не ведал. Раз за разом аутер показывает, як самоорганизованные супольности выдатно выращают задачи колоссальной складанности. Книга побудованная по структуре типовых питаний анархистов. А люди не перестануть выходить на працу? А кто будет турбоваться об старых? А як быть со злочинцами? В современном высокотехнологичном обществе нас учат верить в то, что примеры из прошлого или из развивающегося мира не важны для нашей ситуации. Многие люди, считающие себя образованными социологами и экономистами отмахиваются от примера Мандрагона, потому что считают культуру басков специфической. Но есть и другие примеры эффективности эгалитарных рабочих пространств, причем в самом сердце капитализма. Go Associates, США, штат Делавер, это стоящая многие миллионы долларов высокотехнологичная фирма, которая производит влагозащитный мембранный материал GoTex, изоляцию для компьютерных кабелей и компоненты для медицинской, автомобильной и полупроводниковой промышленности. Уровень зарплат там определяется коллективно, ни у кого нет иерархических званий, отсутствует формальная структура менеджмента, а дифференциация между работниками сведена к минимуму. По всем капиталистическим стандартам производительности количество работников, прибыльность, репутация продукта, списки лучших рабочих мест, го, несомненно, успешная компания. А зараз самое цикавое. Решением суду от 2017 года книга была внесена в республиканский список экстремистских материалов. Тобок заховывать ее дома, не тое, что читать, заборонено. Еще раз, книга не утримливая рецептов вырабления коктейля Молотова, альбовы Буховки. Усе, что ее есть, это только реальные и конкретные приклады того, как жить без начальников. И ее заборонили. Вы снова и делаете сами. У Владимир Степняк Кравчинский. Подпольная Россия. Степняк Кравчинский был сябром партии «Народная воля» и одним из ее топовых боевиков. В 1878 году в Санкт-Петербурге он забивает Мезенцева, руководителя политической полиции Российской империи. Закалывая его кинжалом просто на улице. Мезенцева был особисто повинный в смерти сотен российских революционеров. А также принимал удел в подавлении повстанника Санкт-Петербурга на территории Беларуси. Зробившую акцию, Степняк Кравчинский заезжает в Швейцарию, где в 1893 году и выдаёт книгу «Подпольная Россия». Уйой он рассказывает об жизни и деятельности своих сябров революционеров, об их успеховых и непоспеховых акциях. Книга вельми уразила меня глубиной и силой портретов, намалеванных автором. Софья Перовская, Еся Гельфман, Андрей Желябов. Автор показал их, как живых людей. Когда вы возьметеся читать эту книгу, вас не покиня обыяковыми самоверность народовольцев, частенья их думок, воля и тая твердость, с которой они ишли на смерть. Як по мне, с морального пункту гледжаня, лепших прикладов для переймания не знайсти, яще вельми кидается у воши контраст с тыми тыпажами людей, яких башиш на укол. Есть безвестные героини, есть скромные труженицы, которые приносят все на алтарь дела, не требуя ничего взамен. Они берут на себя самые неблагодарные роли, жертвуют собой из-за пустяков, из-за адреса для переписки, из-за укрывания часто совершенно неизвестного им человека, из-за отправки посылки, содержание которой для них тайна. Поэт не посвятит им вдохновенного стиха, история не впишет их имена на свои страницы, потомство не вспомнит о них с благодарностью. И однако без их работы партия не могла бы существовать, и всякая борьба стала бы немыслимой. Но вот волна истории выхватывает одну из таких скромных тружениц из тихого уединения, в котором та надеялась прожить всю свою жизнь и возносит ее на своем сверкающем хребте на вершину всемирной известности. И все смотрят на эту скромную фигуру и с удивлением различают мне черты такой нравственной силы, такого самоотречения и мужества, которые свойственны только героиням. Такова именно судьба Гесси Гельфман. Одни слова для этого вида я обошел пять книжных крамов у Минску. Выник несутешальный. Только 1984 Джорджа Оруэлла есть Амалю в каждой краме. Эрих Фром «Бегство от свободы» я нашел только в центральной книгарне в Минске. Зато все эти книги есть в национальной библиотеке. Их можно там заказать, но, конечно, после выхода этого видео их оттуда не вымыть. В описании адресы крамов и электронные версии книг. И в якости бонуса хочу парать вам еще две книги. Они, конечно, не такие крутые и исторические, как передние, однако, мают непосредные дачинения до анархистского руха Беларуси. «Еду в Магадан» автор Игорь Альневич, осудженный в 2010 году по справе анархистов. Книга цикавая тем, что была целиком написанная в Турме и нелегально переправленная на волю. Выпущенная в 2012 году, когда Игорь еще садел. А кроме нюансов краминального переследа иншадумцев в Беларуси, в ней вельми цикавая эсэ социологичного и исторического кшталта, присвеченная перспективам анархистского лада. Другая книга «Фарбы параллельного свету». Это 13 эсэ, в которых я не только описываю тое, что побачил, но и даю побаченному анализ. Мэтта книги не показать жахе неволе, а показать действенные и эффективные методы супротиву уёй. Книга была написанная частково в Турме, частково у жена воля, перекладенная на русскую и ангельскую мовы и презентованная в 16 городах, от Городни до Тель-Авива. Обе две книги можно купить у книгарни Логвинов и садебе БНФ. Кали ласка, пишите в коментарах ураження прочитаным, райте свои книги, и махчима яны опинуться у наступном выпуску. Обовязково тисните подписаться и звоночек побачь, как не пропускать наступные видео. З вами был Микола Дедок. Усім добра и критичного мыслення.